Лавочки во дворе подождут с программой 50+. Мы все проблемами загружены и вечной нехваткой финансов силы теряем, погружаясь в хандру и в суете этой хорошего уже не замечаем. Но ведь есть в жизни радости, которые не требуют денег. Одна из них – спорт. Сейчас в Кирове открываются бесплатные группы занятий физкультурой для тех, кому за 50. И любая из них – пример того, сколько позитива несет в жизнь спорт. Говорит депутат Кировской городской думы Дмитрий Никулин. Все улыбающиеся, довольны, они сюда идут уже как на праздник. Здесь нет места для злобы, для выяснения каких-то жизненно текущих проблем. Здесь люди встречаются, пообщаться, поделиться чем-то, радостью какой-то. Они в жизни делятся, в радости вот на татаме. Я вот вижу их лица, но это замечательно, это уникально просто. При поддержке депутата появилась группа занятий оздоровительной гимнастикой во дворце единоборств на улице Мира 46. Каждую среду в огромном зале занимаются более 50 человек. Я помню, когда первые занятия начинались, тут их были единицы. Потом к единицам наросли еще единицы, потом их стало десятки. Я убежден, что в ближайшем времени их будут сотни. Возможно, придется несколько групп вести и разбивать. Мы будем продолжать эти добрые, хорошие традиции и вовлекать все больше, больше, больше наших жителей, горожан. Спорт – это прекрасно. Тем более здесь никаких таких силовых нагрузок нет. Здесь все аэробное на растяжечку, на скручивание, на приседания. В общем-то, интересно. Многие это чувство знают, когда выходишь из спортзала полным позитива. Те, кто занимаются во дворце, уверен Дмитрий Никулин, несут не только гармонию в своей семье. Они способны сделать много добрых дел и для родного города. Я уверен, что здесь вот из этих 50-60 человек, участников занятия, я думаю, что здесь случайных людей нет. И здесь только сильные духом девушки со стержень, я бы сказал. Это очень волевые, целеустремленные, упорные. Просто вот, ну, я не знаю, я все уже эпитеты, вот сколько было в голове придумал. В общем-то, ну, это круто. При выходе на пенсию жизнь только начинается, ведь самый бесценный ресурс появляется. Свободное время подтверждают все, кто ходит на занятия. Они знают, на что его потратить и как других своей активностью заразить. У нас очень много таких активных. Завтра здесь будет 60-70 человек. Но мы еще ходим в Олимпийский. А сегодня идем в Костино, приезжайте на танцы. Да, на танцы с 3 часов за 6. Все, девочки, я с вами. Депутат, конечно, пошутил, а остальные отлично провели время. О том, как осуществить свои мечты, когда тебе за 50, рассказывала Мария Кожевникова.